Я Андрей Норкин, это место встречи на НТВ, место где все становится ясно. Мы продолжаем. Итак, на днях СРУ рассекретил доклад, в котором анализировались антисоветские настроения на Украине и перспективы их возможного использования. И вот выясняется, что еще в 1957 году в США знали о том, что восток Украины не поддерживает курс на запад. Давайте посмотрим, как там тогда распределялись настроения, потому что очень напоминает нынешнюю ситуацию. Итак, вот эта карта, которая предлагается к докладу, и темным цветом на ней отмечены области, где население готово было поддержать американцев, как говорится в докладе, в случае, если произойдет заброска на территорию неких диверсионных групп. А белым обозначены те территории, которые лояльны, наиболее лояльны к советскому режиму. При разработке карты учитывалось много факторов, в том числе языковые, социальные, исторические особенности. И Украина получилась, что она поделена на таких 12 областей, 12 зон, и регионам, где поддержка диверсантов могла стать максимальной, была названа в докладе Галичина. Напротив Крыму не было антисоветских настроений. Ну и следующий, наиболее лояльным советской власти был регион, который на карте у нас обозначен цифрой 2. Вот он. Это примерно, вот если так прикидывать на современную карту, да, это территория современных ДНР, ЛНР и такая северная часть, где Мариуполь. И очень важно, на самом деле, что 3 и 4 это Харьков и Одесса. Вот там ждут России, на самом деле. Хорошо. Если вы сразу начали комментировать эту карту, скажите мне, пожалуйста, если об этих разногласиях было известно еще в 1957 году, я думаю, что это не секрет был никакой и для советской власти, и для постсоветской власти, украинской, то два года назад для чего тогда Донбасс начали провоцировать? Задача не провоцировать. Они ничего не провоцируют. Мне очень не нравится это слово. Они подавляют все русское и дружное Россию. Но если этим настроением столько лет, это невозможно выкорчевать в один день. Их задача за несколько лет путем террора пропаганды убить всех, кто столько стоит за русский язык и за Россию, по-настоящему готов отстаивать, а затем остальных обманом, вот этой тотальной пропагандой, доказать им о том, что Россия это вечный враг Украины, и сделать из украинцев антирусских для того, чтобы потом бросить этих рабов миллионами воевать в Россию. В общем, жестокий план, который мы должны остановить. 57-й год. Это карта, которая, значит, вот хранилась. Я не знаю, по какой причине ЦРУ сейчас рассекретила. Ну, это понятно. Но они могут этого и не делать, правильно? Они же сейчас там что-то рассказывают, а что-то не рассказывают. Вот в этом пакете в огромном они, например, там рассекретили антисоветские анекдоты. Ну и что от этого? Я к чему говорю? 57-й год. Это ровно тот же самый расклад, который произошел в Украине после вот этого очередного Майдана. Ничего не изменилось на самом деле. Обратите внимание, что до 59-го года ЦРУ забрасывало парашютистов, в частности на Украину, на западную, для поддержания вот этого антисоветского движения. И почему они прекратили забрасывать? Потому что устойчивость советской конструкции оказалась сильнее, чем любые попытки инспирировать какие-то антиповстанческие, антипартизанские действия со стороны США. Поэтому сегодняшняя ситуация, она очень хорошо ложится на стол Трампа. Если Трамп будет заинтересован в реальной оценке ситуации, я думаю, что вот эта ситуация, эта карта, наложенная на нынешние события на Украине, даст хорошие возможности президенту США Трампу все-таки отказаться от порочного украинского наследства Обамы. Картина изменена колоссально по сравнению с 57-м годом. Вы забываете про оранжевую революцию 2004 года, после которой с приходом Ющенко население вот этих вот десятых регионов, наиболее активно противных советской власти или российской политики, были расселены по восточной и центральной Украине. Поэтому сейчас наши оппоненты могут рассказывать про Днепропетровск, который стал оплотом нацизма, про Одессу и Харьков. Вот главная причина. В 2004 году эта карта кардинально изменилась. И в этом главная беда. И вот тогда, вот тогда вы упустили, я обращаюсь к России сейчас, упустили момент тот, расселение нацизмов по всей Украине. Сейчас вы упускаете второй момент. В 2014 году нацистов на Украине было несколько десятков тысяч. Сейчас их порядка миллиона. Я могу согласиться только в том, что наша страна, безусловно, упустила в ту возможность, когда нужно было как-то влиять на Украину. Объяснить я это могу? Нет, оправдать. Нет, там были объективные причины. Мы сами себя чуть не упустили в тот момент. Было слишком много собственных проблем и упустили то, что происходит у ближайших соседей. Вы знаете, когда говорили о том, что есть документы, которые там Трамп соберет, информации нет. На самом деле информация вся по Украине есть. Просто то, что подается из нее, это имеет значение. Потому что можно в ООН показать пробирку с чем-то, а можно дать очень серьезную информацию. Она вся есть, она вся собрана. Она пересекается не единожды, эта информация. 95% перевесила. Но работает тогда это политические решения. Вот понимаете, на самом деле тут как бы решение, то есть речь идет о политических решениях. Вся информация есть, она перекрестно собирается, и 95% информации это открытые источники. Второй момент. Времени на самом деле нет. Время работает против нас, на самом деле. Каждый день. Потому что каждый день ситуация социально-экономическая в Донбассе становится хуже и хуже. Идут удары по инфраструктуре. Подчеркиваю, по ту и другую сторону линии фронта. И каждый день людям становится еще хуже и хуже. А этот ресурс вечно эксплуатировать и на терпение брать людей нельзя. Вот если этот учитывать момент, я понимаю, что политические решения существуют. Вы же понимаете, что про людей в такой ситуации вспоминаются последние очереди. Я хочу сказать о том, что на самом деле я выражаю аргументы, которые, на мой взгляд, являются рискованными на сегодняшний день. Потому что если, не дай бог, что-то сорвется, если, не дай бог, возникнет какая-то ситуация, даже какая-то техногенная катастрофа, там, ну не фильтровалку, там еще электричество или еще что-то, а я подчеркиваю, она касается ту и другую сторону соприкосновения, то здесь могут наступить последствия, которые очень трудно будет управлять. Мы тут сидим в теплой студии, а люди живут значительно хуже. Они каждый день находятся под обстрелом. Я просто хочу, чтобы вы об этом не забывали. Вот как-то так. Господа, во-первых, то, что касалось как бы карты, да, то есть эта карта, ну это можно смотреть не на 57-й год, а на 17-й год. Да, ОНР, ЗУНР, да, то есть это все пятна, которые и существовали 100 лет назад, которые четко-четко ложатся именно все границы, которые были показаны в документе 57-го года. Сегодня, на самом деле, я думаю, Евгений Копотко не даст соврать, что по социологии, несмотря на то, что в государстве произошел государственный переворот, то есть голову свернули, да, но настроения в этих регионах кардинально не изменились. И на сегодняшний день пророссийская доминанта, она остается на данный момент до сих пор. И по мере ухудшения ситуации в Украине, они будут подниматься. И Украина, скорее всего, а вот с такими настроениями Украина целая никогда не останется. А кто заинтересован в развале Украины, так это и представители, которые сидят напротив. Да вы у нас ничего не боитесь. Вы и Марк Наклс, который, как говорил, что он не боится ни террористов, ни геев, а только упасть в ванны. В 57-м году был Советский Союз, с одной стороны, который гарантировал и безопасность, и определенный уровень жизни, и определенные перспективы, которые люди знали. Сейчас, с другой стороны, Российская Федерация, которая гораздо слабее экономически, политически, инфраструктурно, на той же инфраструктуре Советского Союза. Никита Олег, эта ситуация сейчас меняется категорически. С другой стороны, Евросоюз, который продолжает расти, где уровень жизни в разы, в разы, секунду, секунду, где уровень жизни... Да подождите, никто вас не перебил. Все, 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 я сейчас вас перебил. Уровень жизни в разы выше, в разы, и люди это наблюдают. Никита Олегович, очень хорошо. В Германии, да даже в Польше. Очень хорошо. В Польше в пять раз больше. А теперь, да, теперь давайте только не будем забывать о том... Я вот сказал, подождите, Родион Валерьевич, ну вы-то хотя бы не подливайте масло в огонь, да? Что мы и сами себя чуть не упустили. Какая Россия была в 91-м, 92-м году, и какая Россия сейчас? Слушайте, Никита, не надо рассказывать мне в басне о том, Украина прекрасно... Это другое дело. Это другое дело. Мы не упустим, потому что та политика, которая Россия ведется сейчас, то, что та политика, которая Россия ведется сейчас, возможно, к упустению заслугаса. Значит, следующий момент еще. Так, следующий момент. Позавчера, по-моему, да, или позавчера, уже не помню. Мы вспоминали вот этот конфликт, который возник между Украиной и Германией на дипломатическом уровне, когда посол Германии заявил о том, как он видит проведение выборов на Донбассе. Но он допустил вообще сам факт проведения этих выборов. Естественно, да. Там был ответ МИДа. Продолжается эта история. Значит, один из депутатов Верховной Рады, сейчас я скажу Алексей Гончаренко, блок Петра Порошенко, он приехал в Берлин и организовал там такое мероприятие в качестве... А в Киеве, да? Это в Киеве около посольства, там есть фрагмент вот этой вот стены. Да, давайте мы сейчас посмотрим, что он сделал, потом все это поясним. Если кто-то не понимает по-русски или по-украински «нет чини», то мы скажем на немецком «найн». Вот этот фрагмент, это кусок Берлинской стены, символа оккупации Кремлем Европы. Так вот, мы здесь напишем наш ответ послу. Ну вот он пишет на этом... На этой стели... Нет, по... Да, я просто не знал, что это установлено перед... Да, кусок немецкой, Берлинской стены перед... Перед... Хорошо. Перед немецким посольством. Спасибо, я это запомнил. Так, теперь, естественно, реакция МИДа Германии, потому что, ну, это действительно символ. Дайте нам, пожалуйста, как отреагировали на это. Мы очень, очень сожалеем, что украинский депутат сегодня на территории немецкого посольства разрисовал исторический фрагмент Берлинской стены. Мы твердо убеждены, что даже если это было реакцией на высказывание немецкого посла, это поведение в высшей степени неподобающее. Германия была первой страной, которая начала дипломатические отношения с Украиной 25 лет назад. С Украиной у Германии всегда было тесное сотрудничество. Наша поддержка реформам Порошенко, реформам экономики, обществу, бюрократии абсолютно беспрецедентна. Да, Томаш, вы активно сейчас хотели что-то прокомментировать. Я вообще в шоке, что этот человек Гончаренко, да, что он такое сделал. Да, Гончаренко. А почему? А почему вы в шоке-то? Ну, нельзя так делать. Почему? Да что вы? А вы что? Для вас это удивительно? Вот для меня неудивительно. Абсолютно такие выходки. Дмитрий, они скажут тоже, что не поддерживают такого. Ну, почему? Вот Дмитрий вам спрашивает, а когда российское посольство на Украине за... Это все неправильно, это все неправильно. Это все неправильно. А что? Гончаренко, это очень интересный человек, наверное, здесь вы не знаете, но во время событий в Одессе 2 мая 2014 года он гулял по трупам. Я считаю, что этого человека надо очень быстрее выдворить из Верховной Рады, чтобы он не позорил Украину в Европе. Это очень тяжело. А вот Дмитрий только что сказал, что то, что произошло в Одессе, это отпор сепаратистам. Да, ну вот, еще такой вопрос. Здесь господин Караченко говорит, что Харков, Одесса, они ждут, русский мир придет. Там поддерживают Россию. Вы видели, как в Одессе поддерживают Россию местные? Так поддерживают, что сожгли сепаратисты. Да туда привезли украинских сепаратистов. Это была операция. Дайте мне сказать, можно? Я вам не перебивал. Вы будете заявлять ваше хапство в эфире Польского ТВ. Все, сейчас я скажу, в Харкове, приехали в Харков, приехали русские, получили под зубом. В Харкове русского мир. Нет и не будет. В Одессе их сожгли, тоже не будет. И как вы собираетесь отвечать? Никак, потому что вы слабые. Вы тоже есть вещи, на которые мы можем сказать, что это несуверенцованное поведение. Спасибо. Вот, Томаш, вы странно все-таки себя ведете. Вы вот две минуты назад осуждаете вот этого Гончаренко. Подожди, я понял, что вы сказали. Спасибо. Вот. И тут же после этого начинаете вести себя так, что у любого здравомыслящего человека, у него даже, понимаете, в принципе отключается возможность понимать, что вы говорите. Потому что реакция на то, как вы это делаете. Вас просто неприятно слушать. А можно я вообще скажу одну правду? Ну попробуйте. Ваня, я хочу что-то сказать, а мне постоянно какие-то люди перебивают. Понимаете, потому что вы иногда говорите такие вещи по поводу Одессы. Вы сказали, да, сожгли сепаратистов. Да, а почему? А что там случилось? А кто первым убил? Ну это я знаю, да, это... Да, я не хочу оправдать. Это ужас. Это трагедия. Это трагедия. Нет, они сами себя сожгли. И сожгли. Но это показатель того, что в Одессе русский мир. И вот никто не хочет. Нет. Это не... Николаеви тоже не хотят. Томас, Томас, я хочу подчеркнуть, я не поддерживаю то, что в Одессе не видит. Можно, можно, Галина Евгеньевна, подождите, пожалуйста. Вы знаете, здесь... Она из Одессы. Можно ее... Да. Здесь вот представители Донбасса, они говорят о своем. У них болит. Я им сочувствую. Но когда говорят за Одессу, вы меня извините. Но если этот человек еще одно слово скажет за Одессу, я не выдержу. И я поведу себя так, как одесситки ведут себя в Одессе. И как бы повелись 2 мая. Которые бегают потом в милицию и жаловаться на Одессу. Когда они их туда пустят. Уже в Англии показали... И почему английская королева промолчала, я не знаю. Когда посол Украины Грему Филлипсу говорит, пошел вон отсюда. Английскому гражданину. Гражданка Украины. Указывает, что ему делать на английской территории. Вот эти вот все подонки, которые сегодня правят в Киеве. Они пойдут в Европу. И они еще покажут свое звериное лицо. И поэтому Одесса дождется русский мир. Там люди ждут. Действительно ждут. Мы терпеливо ждем. Хорошо. Все, сейчас прерваемся. Короткая реклама. А потом поговорим о том, есть ли у Порошенко все-таки хоть какой-то шанс спасти ситуацию. Или уже все. Большая сделка, которой так боятся в Киеве, не может основываться на решении украинского вопроса. Как бы этого не хотелось Киеву. Чтобы этого не произошло, и чтобы будущее не было печальным, Украине нужно не лезть туда, куда ее не приглашали, а научиться самой решать свои проблемы. Продемонстрировать ответственность и наконец-то выполнить обязательства, которые Порошенко давал в Минске, соглашаясь на особый статус Донецка и Луганска. Тогда и договариваться со спиной будет не аж. Руслан, ну вот в принципе вариант абсолютно жизненный, но не для Порошенко, да? Потому что тут нужно проявить гибкость, на которую он сейчас не способен. Ну он же находится между двух камней, потому что с одной стороны даже посол Германии говорит, что приводит в пример ГДР и говорит, вообще-то демократические выборы в ГДР состоялись при наличии контингента советских войск. И ничего плохого в этом нет. Приводя в пример, что даже если вот вся легенда, которая, что российские войска стоят в Донецке, истина, то ничего страшного, это не мешает провести выборы. А с другой стороны, проблема заключается в том, что если он находится между двух камней, между молотом и наковальней, ему надо огней между молотом и наковальней, ему все равно надо что-то делать, иначе его расплющат, понимаете? Ему надо как-то с этого выскочить, и он пытается. Вот, ну это надо как-то делать. Ростов занят. Сергей Александрович, у вас есть объяснение всегда на все вопросы. Ну-ка, повторяйте, Андреев, можно я касается... Нет, просто что политику важнее, вот продолжать стоять на своем, или в какой-то момент, когда ты понимаешь, ну что, ситуация тупикова, да, или уйти, или проявить гибкость, да, ну что... Чего, Порошенко не уходит никогда сами, вы что? Это человек, который во всех правительствах был, одно свергало другое, он все равно сидел в этих правительствах, только чуть менял местах. Нет, ну вот, Иценюк же действительно очень грамотно схвентил. Ну просто выгнать могут Порошенко, а сами никогда они не уходят. Я думаю, что мы сейчас должны бить и бить в одну точку с европейцами, с американскими. Минск-2, Минск-2, Минск-2. Почему подписали Минск-2? Потому что боялись, и начнется освобождение славянской краматовской агломерации, то на Дачи, на Изюм и на Харькове. Где ждут, без сомнения, поверьте мне, в Харькове ждут Россию. Это испугали с Германией. Предложение свести с ума Порошенко, он сошел с ума и ходит и бредит Минск-2. Я вот хотел народить людям типа Максима, которые говорят, что мы должны терпеть и ждать. Забудьте про Минск-2. И надо терпеть и ждать. Мы должны сказать, что еще раз большая война и армия ТНС не остановится сбиваться. Хорошо, а покажите нам, пожалуйста, сейчас, Дмитрий, специально для вас вариант решения проблемы. Покажите нам, пожалуйста, карикатуру. Вариант решения проблемы. Я эти мантры наблюдаю уже каждый день. Каждый день вы свергаете Порошенко, каждый день его кто-то угоняет. Нет, вы даже пока не приступали к этому. К сожалению. Это уже все или чем? Это работает, вы знаете, в отличие от Тимошенко, Юли, и в отличие от Яцуника, которые в сторону отошли и ждут, пока у всех рейтинги завалятся. Этот человек несет ответственность за Украину сейчас. Этот человек сейчас поднимает ее экономику. Этот человек ведет переговоры. Этого человека ведет переговоры в том, что в мирном процессе. Возможность собственного выживания. Он ищет только себя. Это другой вопрос, какого выживания. Но ответственность несет он один и внутри, и вовне. Выход Порошенко, Чесноков абсолютно точно обозначил. Выход Порошенко в том, чтобы отбросить все попытки найти себе крышу новую, которую он потерял, сесть за стол переговоров и договориться о выходе из этой сложнейшей ситуации, в которой находится Украина. Все. Ничего не нужно придумать. Вы понимаете, я вообще не перебил вас. Нет, просто когда вы говорите о том, что он несет ответственность, я бы согласился... Сейчас, Игорь Юрьевич, подождите, пожалуйста. Я бы согласился с этим, но вот как раз проявление ответственности в том, о чем Алексей Чесноков говорит. Проблема как раз здесь и заключается, что он, что он прежде всего несет ответственность и сейчас борется именно за себя. Во многом в ущерб интересам Украины. Проблема в чем? Чем дольше это будет продолжаться, изначально эту схему разработана не для того, чтобы быстро развивать Донецк, и уж, конечно, не для того, чтобы пойти на Харьков. Это, на самом деле, точка болевая. И по любым случаям ее можно будет давить. Причем это точка, которая будет сохраняться на поколение. Как в свое время там приедет ситуация с Тибетом, с Кашмиром Джамутом, то есть там есть много разных этих ситуаций. И эта система сконструирована не для того, чтобы развалить Москву, а для того, чтобы каждый раз был раздражитель. Вот этот раздражитель самый опасный. И в этом плане время будет работать против нас долгосрочной перспективы. Мы потом все это время... Время сейчас тоже против нас работает. Уходим на рекламу и сразу после нее подведем итог. Это место встречи. Военный и политический конфликт на Украине. Давайте подведем итог. Итак, путь террора. Это все, что осталось Киеву по отношению к Донбассу. Согласен, Вячеслав? Нет. Ровно неделю назад в этой студии я говорил, что активные боевые действия закончатся. Это так и произошло. По вашему вопросу, Кремль продолжит защищать свою клиентуру. Третья встреча в нормандской четверке даст какой-то эффект. Коротко, пожалуйста, время. Даже террора, в принципе, не нужно теперь уже. Время, к сожалению, работает на Украину. С каждым днем, благодаря украинской пропаганде, бешеной, лживой, но геббельсовской пропаганде, растет количество нацистов на Украине. Я предупреждаю, нужно спешить. И нам и вам. Террор – это единственный способ, которым нынешний бандеровский режим держится у Украины. И он будет продолжать его все время вместе с этой чудовищной пропагандой. А нам надо предоставить жесткий ответ. Спасибо. Ну что ж, два года универских переговоров показали, что Киев не может, не хочет и, в принципе, с самого начала и не собирался выполнять никаких договоренностей. Путь террора по отношению к своим же гражданам – это, видимо, все, на что способен нынешний режим. Только вот в Киеве, похоже, забыли, какая участь рано или поздно поджидает самих террористов. Потому что надо было изначально продумывать свою роль вот в этой сделке. Знаете, историю про Моню-дурачка. Пришел учитель математики, новую школу, ну и дети ему там рассказывают, а это вот у нас Моня-дурачок, вот почему. А когда ему две монетки предлагаешь, в шекель и в полшекель, он всегда выбирает полшекель, потому что она большая. Ну, потом подходит к нему и говорит, Моня, я так понимаю, у тебя нет никаких проблем с математикой, почему ты всегда выбираешь полшекель? Говорит, ну если я не буду этого делать, они не будут давать мне деньги. Вот если роль такого Мони-дурачка сейчас от президента Порошенко ускользнула, ну, обижаться-то ему некогда, не на кого, потому что остается действительно роль такого школьного хулигана или применительно к нашему разговору роль государственного террориста, что очень печально. Это было место встречи. Которое изменить нельзя, мы встречаемся в это же самое время на канале НТВ. Прямо сейчас в эфире новости, не переключайтесь. До свидания. До свидания.